Вы ищете лечение артроза, артрита, остеохондроза позвоночника, боли в суставах, аллергии, бронхиальной астмы и хотите применить с этой целью обливание холодной водой или моржевание? В принципе, эти методы могут помочь вам скомпенсировать то состояние, которое у вас есть, на время его облегчить, но не вылечить. Потому что обливаясь холодной водой, попадая в такие экстремальные условия, ваш организм не будет на это смотреть просто так. Он будет защищаться. Защищается он стандартно. Он выбрасывает стрессовые гормоны отпущек, которые производят уникальные вещи. Да, у вас была, например, аллергия. Вы принимали антигистаминные препараты. В случае, если аллергия усугубляется, там развивается отек квинки или бронхоспазм, да, вам, в принципе, по показаниям вводят гормоны. Но вы этого боитесь. Вы считаете, нет-нет, тянете до последнего. Когда же вы ныряете в прорубь или обливаетесь холодной водой дома, у вас эти же собственные стрессовые гормоны отпущек вырабатываются в вашем собственном организме. Но, с одной маленькой разницей. Почему была аллергическая реакция? Потому что эти гормоны ваш организм вырабатывал экономно. А теперь взяли так, расточить на хлоп и выбросили. Да, аллергия на время отступит. Ну, лишь на время. Потому что причина аллергических реакций, это, в принципе, загрязнение организма, когда печень не способна очищать кровь полноценно. И появляются вот эти аллергии. Когда у меня было отделение фитотерапии, в 90-х годах в начале, половина людей, пройдя месячный курс лечения печени, они избавлялись от аллергической реакции. Правда, на время, потому что этим нужно заниматься регулярно. Месяца не хватает. Нужно 3-4 месяца позаниматься печеньем. Тогда аллергические реакции отступают на дольше. Потому что организм почистится лучше. Когда вы пытаетесь снять приступ бронхиальной астмы или уйти от астматического бронхита, да, гормоны надплощиков точно так же расширяют бронхи. Точно так же попадая в прорубь или вводя гормоны с помощью ингалятора или инъекционной. Разницы никакой. Действие однотипное. Но это симптоматическая терапия. Вы не вылечите бронхиальную астму, пока не измените состояние в организме в целом. Как минимум грудного отдела позвоночника. И как минимум состояние кишечника и печени. Здесь заложен корень. Основные причины развития бронхиальной астмы и астматического бронхита. Когда вы ныряя в проруби или обливаясь холодной водой, выделяете в кровь достаточное количество гормонов короноплощиков, проходит боль в суставе. Но вы знаете, если у вас был артрит, вы очень серьезно рискуете. По той простой причине, что гормоны коры надплощиков. Кроме того, что убирают боль, они еще и подавляют иммунитет. А очень часто артрит инфекционно-аллергической природы. Аллергический компонент гормоны надплощиков убирают. А вот инфекционный компонент усиливают. Потому что они никогда не усиливали иммунитет. И всегда его подавляли. И бактерии, которые в принципе могли спровоцировать своими токсинами артрит, раздражаются еще лучше. Можно доиграться таким образом не просто до обострения артрита. Можно вызвать фактически некроз тканей, суставов. Потому что токсинов станет реально больше. И воспалительный процесс будет происходить реально активнее. На этом, вы знаете, наверное, положительные моменты лечения с помощью обливания холодной водой или моржевания, наверное, и заканчиваются. Нет, знаете, есть еще одна особенность. Когда человек утром, накануне, скажем так, тяжело поработал, ночью плохо выспался и утром не может поднять с постели себя, это говорит об одной ситуации, что естественный подъем гормонов коры надпочников, который происходит обычно во время рассвета, не произошел. И тонуса нет. И что человек делает? Он с трудом доходит до ванны, обливается холодной водой, вызывает насильственный сброс этих гормонов. Бодрость появилась, он проснулся. Вопрос. Организм, система саморегулирующаяся. Если организм не может работать в таких экстремальных условиях, он должен восстановиться. Вы знаете, режим труда и отдыха еще никто не отменял. Но если накануне вы тяжело работали, и ночью мало спали, мало восстанавливались, то утром можно заставить таким нехитрым путем свой организм интенсивнее поработать. Вопрос. Насколько его хватит? В таком экстремальном режиме, когда работа есть, а отдых где-то там в перспективе или в далеких планах. Я думаю, что долго вы так проработать не сможете. Тем более, что вы знаете, и для моржевания, и для обливания холодной водой есть определенные сроки. К сожалению, я не знаю. Может быть вы знаете. Напишите в комментариях. Может быть где-то есть долгожители, которые на моржевании живут больше 100 лет. Я такой информацией не владею. Помогите мне. Помогите мне узнать эту информацию. Хотя я знаю, что в развитых странах сотни тысяч людей перешагнули легко рубеж 100 лет. И не занимались этими методами. Не проводили такие эксперименты на своем здоровье. Знаете, те долгожители, которых опрашивали на Украине, я ничего не одного не слышал. Чтобы он всю жизнь занимался моржеванием или обливанием холодной водой. Чаще слышишь, что питался умеренно, всю жизнь работал. То есть, в принципе, активный образ жизни. Чаще всего эти люди не курят. Анкоголь относится к нему умеренно. Все. Знаете, эти факторы, они есть. Главный пропагандист моржевания Порфирий Иванов в возрасте чуть за 70 погиб от гангренной конечности. А это осложнение, фактически одно из осложнений моржевания. Сейчас к этому и перейду. Чтобы вы знали, что это не такой простой метод. Но вот если человек утром не может подняться с постели активно и себя взбодрил таким образом, да, он может так использовать свой организм, но, вы знаете, большой риск. Точно так же, как и моржевание само по себе. Да, люди спрашивают. Вот я видел интервью с этими людьми. Вы знаете, до моржевания чувствовал себя хуже. Но стоит дойти до ополомки, нырнул, вынырнул просто. На свет народился. Вопрос. Если это такой волшебный метод, то почему вы не находитесь в хорошем состоянии все время, а зависимы от ныряния в холодную воду? Наверное, все-таки не так все просто в королевстве датском. Наверное, не так хорошо обеспечивает обмен веществ в вашем организме такое простое действие. Хотя я, честно говоря, вас понимаю. Ведь так сложно правильно питаться, выполнять какие-то физические нагрузки регулярно на правильном питании, обеспечить фактически свой организм теми полезными веществами, поставить его в комфортные условия, чтобы он работал хорошо. Значительно проще. Ничего не делать. Пошли, нырнули, типа оздоровились, почувствовали кайф и вышли. Вы знаете, зависимость происходит от этого. Я тоже в свое время занимался таким методом оздоровления, еще будучи в мединституте. Потом вовремя его бросил, потому что понял, что не дает он того эффекта, который прописан. Эмоциональный компонент есть, а вот лечебного компонента нет. Потому что, когда вы регулярно этим занимаетесь, возникают совершенно иные проблемы. Истощается способность надпочника вырабатывать гормоны. И человек вынужден ходить к ополонке чаще, быть там дольше. Но эффект получается меньше и меньше. Потому что гормоны истощаются. Нельзя таким образом выщелкивать гормоны из эндокринной системы, потому что организм в ответ на это будет реагировать по-своему. Больше того, есть еще один очень интересный индикатор, который вы должны знать. Прежде чем обливаться холодной водой или нырять в ополонку, вы должны посмотреть на себя в зеркало. Если у вас есть темные круги под глазами, это говорит о том, что у вас густая круг, что ваш организм работает, вы знаете, так вот тоже вяленько-вяленько. Не стоит его испытывать такой системой. Почему? Потому что есть эостресс, тренирующий, когда небольшое воздействие вызывает защитную реакцию и организм усиливается. А есть разрушительный дистресс. Так вот, темные круги под глазами говорят о том, что вы не способны уже отреагировать позитивно на такой экстремальный метод. И очень вероятно, что вместо улучшения самочувствия будет ухудшение. Очень вероятно, что вместо повышения тонуса будет снижение. И очень вероятно, что отпочники скажут когда-то нет. А это острая сердечная или сосудистая недостаточность. В зависимости от того, на каком фоне это происходило. Если просто скажут отпочники, нет гормонов, расширяются сосуды, падает сосудистый тонус. Первая ласточка это расширенные сосуды под глазами, там просто очень тонкая подкожная клетчатка. И вы их видите в виде темных кругов. Следующая ласточка системное расширение сосудов, падение давления. Не стоит так испытывать свой организм. Какие еще особенности действия гормонов коронокочников? Я вам сейчас объясню. В состоянии стресса фактически организм переводится в более такое боеспособное состояние. Он готов ко всему. Но стресс это реакция догоняй или убегай. Для этого что нужно делать? Нужно иметь энергию в крови. Энергия в крови это сахар. Поэтому естественно гормоны коронокочников повышают уровень сахара в крови. И по большому счету вы кандидат номер один на сахарный диабет. Гормоны коронокочников повышают уровень холестерина в крови. Потому что холестерин в принципе это клей который нужен для ремонта клеток который при активной деятельности то есть когда вы за кем-то бежите или от кого-то бежите возможны травмы вам нужен холестерин для того чтобы быстренько заклеивать те дырки которые происходят латать те повреждения которые в этом случае могут произойти. Так как при этом не просто сосуды могут повредиться но и кровотечение может быть то в организме автоматически повышается активность свертывая системы крови. И в случае если в сосудах уже были какие-то механические препятствия там где-то атеросклеротические бляшки они начнут активно расти и Порфирий Иванов своим окончанием жизни это в принципе подтвердил. Хотя его детку многие пропагандируют многие используют. Вы знаете физиология говорит о совершенно ином таким простым способом невозможно себя оздоровить можно просто испытывать возможности своего организма какое-то время. но они не беспредельны потому что прежде чем испытывать вы должны что-то делать чтобы они появились расширить свои возможности с правильным питанием физической нагрузкой и всем остальным. Если вы этого не делаете то я понимаю к какому концу вы идете. Что еще появляется? Конечно для активной деятельности нужно повышение артериального давления. Вопрос в том когда вы выполняете какую-то физическую нагрузку работающая мышца съедает кислород появляется гипоксия и сердце повышает давление чтобы дать больше кислорода. Что вы делаете когда вы нарвурифрору? Ну разве что активно дрожите если вам холодно. Легкое обтирание ничего не дает. А давление у вас поднялось. А нагрузка на сердце увеличилась. А сосуды этой нагрузки испытываются. Вопрос кому это нужно. В спокойном состоянии. Знаете кто эти гормоны будет сжигать? Знаете проводили опыт легкий простой показывали зайцу волка естественного врага. Если заяц был привязан то есть обездвижен что у вас фактически у большинства и происходит легкие движения ничего не дают. Уже жесткая нагрузка. Нарнули перед этим нужно побегать хорошо. Выскочили опять мотаете круги вокруг озера или вдоль речки. Заяц привязанный когда ему показывают волка умирает от фарта. Потому что стрессовые громонные почек мышцы сжечь не могут. А они у вас есть. Вы их вышибли. Что их вам будет нейтрализовать? Некому. Другому зайцу если показать волка бежит стрессовые гормоны спокойно съедаясь в мышцах. А они обеспечивают мышцам активную метаболическую поддержку чтобы мышца работала хорошо без усталости. Тогда все хорошо тогда все срастается. Что еще делают гормоны почек? Повышают мышечный тонус понятно. Мышца должна быть готова к активным действиям. если вы занимаетесь физической нагрузкой это не вопрос. А если вы находитесь в состоянии относительного покоя мышечный тонус находится не просто в воздухе. Обычно мышца переброшена через сустав. Повышение мышечного тонуса это увеличение давления внутри сустава. А питание хряща идет уникально. Идет пассивно фактически. То есть сигнальная жидкость должна проникнуть между хрящиками чтобы напитать. Они сжаты с зажатой мышцей. Что будет? Артроз. Правда без боли. Потому что гормоны коронодпостников боль как раз уберут. Боли нет. Артроз развивается. А то вы будете себя утешать. Вот если бы не нырял наверное было бы еще хуже суставами. Да нет. Было бы лучше если бы не ныряли. Если бы еще обеспечили себе правильное питание вообще было бы великолепно. из артроза можно выйти на правильное питание. Они на приеме обезболивающих препаратов которые ничего не дают. Они просто улучшают качество вашей жизни. Все. Они артроз не речь. Они улучшают качество вашей жизни. Что еще при этом происходит? Вы знаете сердце говорят активно бьется. Да действительно. Потому что раздражение гормонами коронодпостников сердца это нормально. Пульс учащается. есть вероятность развития аритмии. То есть тоже бантик такой. Не очень приятный. Ну вы знаете не знаю. Конечно вы можете мне верить или не верить. Вы можете продолжать обливаться холодной водой. Продолжать моржевать. Я бы советовал мягче относиться к своему организму. Знаете более щадящим образом. Нужно создать условия. Нужно накормить. Он будет вам великолепно работать долго счастливо интенсивно эффективно если накормить и создадите ему правильное питание. Если обеспечите ему полноценное переваривание пищи улучшите работу печени которая в принципе обеспечивает все органы болезненными веществами. А когда говорят что моржевание очищает способствует очищению организма ну конечно в какой-то мере да потому что вы в воде побывали кто мешал вам дома в душе сделать в принципе то же самое потому что это единственное что дает очищение организма механическое смывание с поверхности кожи того что там находится большего вы не получаете потому что гормоны стресса автоматически блокируют работу печени и почек и на какое-то время эти два фильтра кровь не очищают организм ваш работает больше того попав в стресс работает еще более интенсивно вопрос куда дерутся вот эти обменные токсины обменные шлаки если интенсивная работа есть мышца работает эффективно мозг работает еще как эффективно и интенсивно а фильтры не работает через одну кожу удалить да в принципе можно вы видите с вас идет пар частично это идет но мощность кожи в выделительной системе во всей 5% все мощность печени в очищении крови примерно процентов 70 почки 20 эти 90% возможности очищения вашего раила стрессовыми гормонами напочеков заблокированы не знаю конечно вы можете продолжать это все делать но я бы советовал вам не надеяться что вот такая легкий метод такая панацея она присутствует она присутствует на эмоциональном уровне кстати вызывает зависимость а вот на физиологическом уровне она отсутствует на уровне обмена веществ она отсутствует потому что ни одно моржевание ни одно обливание холодной воды не способна добавить никаких витаминов никаких микроэлементов никаких белков в вашем организме больше того вы их активно расходуете что вы заставили свой организм работать интенсивно правда на холостом ходу утраты увеличились я не знаю будете вы продолжать этим заниматься или нет но я вам свое мнение высказал вы конечно можете в комментариях высказать свое мнение если вы считаете что ваши друзья и знакомые могут оспорить как-то мое мнение да не вопрос отправьте им эту ссылочку кнопки социальных сетей под видео можете спокойно отправить им это видео пусть они посмотрят послушают выскажут свое мнение не вопрос я всегда открыт к общению если что нецензурное убрание убираю а любые разумные решения предложения пожалуйста они все остаются в комментариях под видео проблем никаких нет большинство своих статей я заканчиваю словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения относитесь к своему здоровью разумно и рационально будьте скрягой в трате того что вы имеете потому что к сожалению не восполняются так легко потери как они происходят вы как вы 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 Продолжение следует...